МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новые итоги. Меня зовут Татьяна Бур. О главных событиях недели расскажу вместе с журналистами РТВА. Тысяча нацгвардейцев в поддержку Техаса. Рон де Сантис впервые использует силовиков Флориды за пределами штата. Сделать то же самое готовы еще несколько губернаторов-республиканцев. Европейская волна сельскохозяйственного недовольства. Фермеры протестуют от Португалии до Бельгии. Во Франции и Италии возводят баррикады и перекрывают магистрали. Чего они требуют от властей Евросоюза и как проводят время? Об этом в новых итогах из лагеря фермеров на французской трассе расскажу я, европейский корреспондент РТВА Андрей Ежов. Израиль и Хамас близки к новому перемирию и обмену. Когда оно может состояться? Россия и Украина провели первый обмен военнопленными после крушения Ил-76. Залужного могут снять с должности в ближайшее время. Об этом пишут западные СМИ. Но является ли вопрос с главком МВСУ решенным? Центр избирком России завершил сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты. Зарегистрируют ли Надеждина? Республиканцы и представители Техаса в Конгрессе США выразили поддержку губернатору штата Грэгу Эбботу на фоне его противостояния с Белым домом в вопросе защиты южной границы. В опубликованном сегодня письме содержится призыв использовать все ресурсы и конституционные полномочия для обеспечения безопасности. Ранее в поддержку Эббота выступили 25 губернаторов-республиканцев. Часть из них объявили о готовности отправить в Техас сотрудников своих силовых структур для борьбы с нелегальными мигрантами. Так, например, поступил губернатор Флориды Рон де Сантис. Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей США, где у республиканцев большинство на этой неделе, проголосовал за объявление импичмента министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу. С подробностями противостояния Лиза Каймен. Обтянутый колючей проволокой контрольно-пропускной пункт, заградительные буи на реке Рио-Гранде, бронированные автомобили и гвардейцы. Так выглядит сейчас американо-мексиканская граница. Многолетний конфликт между республиканцами и демократами из-за миграционного кризиса вновь перешел в острую фазу. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил, что использует конституционное право на самооборону из-за наплыва переселенцев, с которыми ничего не может поделать Вашингтон. За 2023 год южные рубежи пересекли почти 2,5 миллиона человек, а за три года президентства Байдена больше 6 миллионов. Мне кажется, что слишком много американцев не понимают, что происходит. Они зациклены на социальных сетях, их интересуют только знаменитости. Они не обращают внимания на то, что у них отбирают страну. Мы начинаем жить в коммунистической дыре, у нас тираническое правительство. Нам сделали замечательный подарок, подарив эту страну. А люди не понимают, что поставлено на карту. Люди должны проснуться. Губернатор Техаса Грег Эбботт проводит многомиллиардную кампанию по введению жестких мер на границе для сдерживания мигрантов с 2021 года. Из-за этого у властей Южного Штата регулярно возникают конфликты с федеральным центром. Исполнительная власть Соединенных Штатов обязана по Конституции обеспечивать соблюдение федеральных законов, защищающих Штаты, включая миграционные законы, действующие в настоящее время. Президент Байден дал указание своим ведомствам игнорировать федеральные законы, предписывающие и задерживать нелегальных иммигрантов. Неспособность администрации Байдена выполнить обязанности, налагаемые статьей 4, параграф 4, привела в действие статью 1, параграф 10, пункт 3, который оставляет за этим штатом право на самооборону. По этим причинам я уже объявил о вторжении в соответствии со статьей 1, параграф 10, пункт 3, чтобы задействовать конституционные полномочия Техаса на защиту и самооборону. Эти полномочия являются высшим законом страны и отменяют любые федеральные законы об обратном. Белый дом во всем обвиняет Конгресс, который тормозит принятие соответствующих законов. Мы все знаем, что проблемы на границе продолжаются слишком долго. Именно поэтому два месяца назад я поручил своей команде начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов, чтобы серьезно и окончательно решить проблему пограничного кризиса. Вот уже несколько недель они этим и занимаются. Работают круглосуточно, в праздники, в выходные. То, что было согласовано на переговорах, в случае принятия закона станет самым жестким и справедливым набором реформ по охране границы, которые когда-либо проводились в нашей стране. Это даст мне, как президенту, новые чрезвычайные полномочия по закрытию границы, когда она окажется перегруженной. И если мне дадут эти полномочия, я воспользуюсь ими в день подписания законопроекта. Среди прочего, Байден обратился к Конгрессу, призвав предоставить средства на охрану границы, которые Белый дом запрашивал еще в октябре 2023 года. Это включает в себя дополнительные 1300 агентов пограничного патруля, 375 иммиграционных судей, 1600 инспекторов, которые должны проводить собеседование для предоставления убежища и более 100 новейших сканеров досмотра для обнаружения фентанила. Чтобы привлечь внимание демократов к острой проблеме на границе, губернатор стал отправлять автобусы с мигрантами в крупные американские города, где у руля стоят демократы. За последний год из Техаса в Вашингтон, округ Колумбия, приехали более 12,5 тысяч переселенцев. В Нью-Йорк более 37,5 тысяч. В Чикаго 31 тысяча. В Филадельфию 3,5 тысяча. В Денвер 16 тысяч. И в Лос-Анджелес 1500 мигрантов с южных рубежей. Демократические мегаполисы тем временем тратят на устройство этих людей немалые суммы из городской казны. Здесь их расселяют в отели. Вот такие, как этот, за моей спиной. Некогда четырехзвездочная гостиница Paper Factory превратилась в приют. Но и при этом по поводу прошлого, вновь прибывших, тоже много вопросов. По заявлению техасского губернатора, на южной границе за время кризиса были арестованы 39 тысяч преступников, которым были предъявлены более 35 тысяч обвинений в совершении тяжких преступлений. В борьбе с фентаниловым кризисом техасские правоохранительные органы изъяли более 454 миллионов смертельных доз фентанила в ходе пограничного противостояния. На фоне миграционного кризиса в Техасе в поддержку Эббота выступили губернаторы 25 штатов. А несколько даже направили властям Техаса материальную поддержку и своих гвардейцев. В то же время Верховный суд США, где, к слову, большинство консерваторов, трое из которых и вовсе ставленники Трампа, постановил убрать проволочное ограждение на участке протяженностью около 48 километров на американо-мексиканской границе, так как из-за этого забора многие люди получают травмы. Эббот решение инстанции исполнять отказался и заявил, что региональные власти намерены самостоятельно защищать участок американо-мексиканской границы от вторжения нелегалов силами Национальной гвардии. Также Эббот одобрил новые широкие полномочия, которые позволяют полиции арестовывать мигрантов, незаконно пересекающих госрубежи США и дают местным судьям право на депортацию. Обеспечение иммиграционного контроля является федеральной обязанностью и закон Техаса, скорее всего, сразу столкнется с юридическими проблемами. Местные правоохранительные органы и правоохранительные органы штатов всегда помогали в охране наших границ. Мы передаем нелегалов федеральным агентам. Проблема, с которой столкнулся губернатор, заключается в том, что федеральные агентства больше не принимают их. И поэтому, поэтому губернатор решил, ладно, у нас тут кризис. Мы дадим нашим судам полномочия начать разбираться с людьми, незаконно въехавшими в штат Техас, и либо сажать их в тюрьму, либо отправлять домой. И это еще не вступило в силу. Я знаю, что уже подан как минимум один иск по поводу этого нового законопроекта. Так что мы узнаем, пройдет ли он проверку на соответствие Конституции, когда вступит в силу. Министерство внутренней безопасности потребовало предоставить сотрудникам Федеральной пограничной службы полный доступ к границе. Генеральный прокурор Техаса это требование отклонил. Пресс-секретарь Билого дома Карин Жан-Пьер заявила, что своими действиями администрация Эббота только усугубляет кризисную ситуацию. Послушайте, пограничный патруль должен иметь доступ к границе, чтобы обеспечивать соблюдение наших законов. И Министерство внутренней безопасности направило Техасу письмо предупреждения в отношении их явно неконституционных действий. Если Техас не прекратит препятствовать тому, что должны делать агенты пограничного патруля, а именно исполнять закон, если они не прекратят блокировать доступ к границе, мы передадим этот вопрос в Министерство юстиции для принятия соответствующих мер. В конфликте с администрацией Джо Байдена Грега Эббота уже поддержал Дональд Трамп. Под руководством продажного Джо Байдена наша страна умирает. Наши границы – это большая зияющая рана, позволяющая наркотикам, преступности и миллионам нелегальных мигрантов проникать в нашу страну, как никогда раньше. Ничего подобного с нашей страной еще не случалось. Когда я стану президентом, вместо того, чтобы пытаться послать запрет Техасу бороться, я пошлю им подкрепление. У нас нет выбора. Сразу после моей инаугурации мы начнем крупнейшую в Америке операцию по депортации. Это я вам обещаю. Охранять южные рубежи к границе штата Техас направился конвой дальнобойщиков, называющий себя армией бога. Таким образом, водители большегрузов намерены выразить несогласие с действиями Белого дома. Федеральная исполнительная бета власти является полностью нелегитимной и совершает противозаконные действия с тех пор, как она пришла к власти с помощью коммунистической партии Китая, с помощью украинских и других элементов по всему миру и в результате торговли финансовым и политическим влиянием, которым занимается нынешний преступный синдикат Байдена. В решении всех проблем дальнобойщики уповают на Дональда Трампа и на Господа Бога. Дональд Трамп может сделать все, что в его силах, и мы все здесь сторонники Трампа, но факт остается фактом. Пока наш Господь Иисус Христос не вмешается в это дело, мы не добьемся своего. Одно из британских изданий «Конфликт Вашингтона с Техасом и сочувствующими» назвало гражданской войной на минималках. А в соцсети «Экс» начали появляться сообщения с хэштегом «Текзит» – «Техасский Брэкзит». К примеру, президент техасского националистического движения Дэниел Миллер верит, что Техас обретет независимость в течение 30 лет. Стоит напомнить, что согласно постановлению Верховного суда США 1869 года, штаты не могут в одностороннем порядке принять решение о выходе из состава страны. Однако сторонники «Текзита» все же пытались запустить референдум об отделении Техаса на предстоящих праймерис, но петицию, которая собрала 140 тысяч подписей, отклонила местное отделение республиканской партии. Соединенные Штаты начнут наносить удары по объектам Ирана в Ираке и Сирии уже на этих выходных. Об этом пишет газета «Уолл-стрит-джорнал». На такой шаг Вашингтон пошел после гибели трех американских военных при атаке беспилотника на авиабазу Тауэр-22 в Иордании 28 января. Больше 30 человек тогда получили ранения. Администрация президента Джо Байдена пообещала, что ответ будет многоуровневым. По информации Пентагона, за ударом по базе стоят проиранские боевики. Наши сослуживцы были убиты радикальными ополченцами, которых поддерживает Иран и которые действуют на территории Сирии и Ирака. После подлого нападения Хамас на Израиль 7 октября, террористы, которых поддерживает Иран и которых финансирует Иран, попытались создать еще больше проблем. Это в том числе атаки хуситов на коммерческие суда в Красном море. Итак, это опасный момент на Ближнем Востоке. Мы продолжим работать над тем, чтобы избежать более широкого конфликта в регионе. Но мы предпримем все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов, наших интересов и нашего народа. И мы ответим, когда придет время. При этом, отмечая журналисты Wall Street Journal, ни Вашингтон, ни Тегеран не стремятся к эскалации конфликта. Власть Ирана свою причастность к атаке на военную базу отрицают. А президент Исламской Республики Ибрагим Райси заявил сегодня, что не собирается начинать со штатами войну, но пообещал дать решительный ответ, если кто-то попробует запугать Иран. Десятки протестующих попытались заблокировать въезд в гуманитарные помощи в Газу у пограничного перехода Ницана в Израиле. По словам активистов, каждый такой грузовик усложняет работу бойцам Цахал, в то время как в Анклаве остаются заложники. Накануне в центр Тель-Авива вышли митингующие с требованием вернуть захваченных 7 октября людей. На этой неделе обсуждается новое соглашение о временном перемирии ради обмена заложниками. Периодически появлялись сообщения, что стороны близки к достижению договоренностей. Мы работаем над достижением дополнительных рамок для освобождения наших пленных, но я подчеркиваю, не любой ценой. У меня есть красные линии среди них. Мы не закончим войну, мы не уберем силы из сектора Газа и мы не освободим тысячи террористов. Мы постоянно работаем над освобождением наших пленников и достижением других целей войны. Уничтожением Хамас и обещанием, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля. Мы работаем над всеми тремя вместе и не уступим ни в одной из них. На этой неделе бойцы израильского спецназа провели операцию в Дженине. Они под прикрытием вошли в больницу Ибн-Сина и ликвидировали троих боевиков, которые, по их данным, планировали теракт в духе 7 октября. И добавлю, что в последние несколько часов СМИ со ссылкой на МИД Катара сообщают, что Хамас дал предварительное согласие на второе перемирие и обмен заложниками и заключенными. По этим данным, ранее соглашение одобрила израильская сторона и есть надежды на хорошие новости в ближайшие несколько недель. Перекрытые трассы, баррикады на улицах и костры в центре европейской столицы сделали свое дело. Протестующие фермеры из Франции, Италии, Бельгии и других стран добились уступок от национальных правительств и руководства Евросоюза. Нынешняя волна аграрных забастовок стала беспрецедентно масштабной. Претензии демонстрантов просты. Затраты выросли, доходы упали. На что готовы ради достижения целей французские фермеры? Корреспондент ТРТВ Андрей Ежов отправился на баррикады. Это французская трасса А6 до Парижа по прямой отсюда около 20 километров. Магистраль – одна из десятков тех, что заблокированы французскими фермерами подъездом к столице. Мешают тракторы и другая сельскохозяйственная техника. Именно так аграрии пытаются достучаться до властей Франции и Европейского Союза. Зарево костра, в котором фермеры сжигают сено, видно издалека. Акция протеста идет здесь почти неделю, но жители парижского пригорода по-прежнему не отказывают себе вправе запечатлеть происходящее. Блокада трассы – это крайняя мера. Один из лозунгов агрария вгласит – наш конец обернется для вас голодом. Стоимость дизеля, цена мяса и муки. А еще масса трудностей, которые создают французские нормы и правила, основанные на регулировании Евросоюза. Пьер Лакомп, он приехал сюда с севера Франции, провел на трассе А6 почти неделю. Этот лагерь фермеров – пример профсоюзной самоорганизации. Под властью демонстрантов небольшая часть магистрали. Право на протест – священное. Для республики жестко соблюдает полиция и не вмешивается в дела фермеров. Я здесь с пятницы. Получается уже шестой день. Не уверен насчет сегодняшней ночи. Отправлюсь домой или останусь тут? На перекрытой трассе атмосфера коммуны. Здесь охотно принимают сочувствующих, греются возле горящего сена, готовят еду на всех. И таких точек протестной активности по всей Франции в эти дни появились сотни. Пример соседей с севера оказался привлекательным, и вот протестуют уже итальянские фермеры. На тракторах они направились к автострадам Ломбарди и Тосканы. Мы просим вернуть нам достоинства, идентичность для наших ферм, для нашей продукции, поскольку все мы знаем, что она лучшая в мире, а эти новые директивы убивают нас. Такие сельхоздемонстрации, которые в первые дни года начались в Германии к началу февраля, охватили почти все крупные страны Европы. Судя по всему, катализатором стало именно намерение Европейского Союза сделать следующий шаг в экологической политике и взять курс на отказ к 30-му году от 50% пестицидов, то есть ужесточение экологической политики. Вдобавок к этому рынки Евросоюза заполнены дешевой продукцией, например, зерном из Украины и фруктами из Южной Америки. Конкурировать с этим едва ли возможно, потому в день саммита ЕС фермеры прибыли в Брюссель, и там далеко не все прошло мирно. В одной из зданий Европарламента летят камни и яйца. В центре бельгийской столицы горят костры. Полиция, которая обороняет правительственный квартал Брюсселя, поливает и огонь, и протестующих. Особо активные французские фермеры тоже решили себя не сдерживать. На юге страны, в городе Ним, к зданию местной таможни привезли покрышки и подожгли их. Хотя власти предупреждали, они не потерпят атак на здание госорганов и критически важные объекты. Международный продовольственный рынок Рюнджи, крупнейший в столичном регионе Иль-де-Франс, на этой неделе стал известен далеко за пределами Парижа. Огромная торговая база, которая каждый день снабжает продуктами магазины и рестораны, была взята под усиленную охрану после того, как фермеры заявили о планах блокировать рынок. Впрочем, попытка удалась. А с вечером в среду десятки демонстрантов безо всяких тракторов проникли на территорию Рюнджи. Полиция задержала 79 человек, теперь их ждет суд, а правоохранители до сих пор проверяют весь транспорт, который въезжает на оптовый рынок. Кто знает, где еще могут скрываться фермеры. На трассе под Парижем фермеры за событиями общеевропейской забастовки следят в реальном времени протеста аграриев. Во Франции на этой неделе главная тема – организаторы акций и днем, и ночью в прямых эфирах главных медиа страны. Водители встречных машин, едва увидев стоянку фермеров, приветствуют демонстрантов. Французы, когда речь заходит о любых видах демонстрации и забастовок, вполне их принимают и понимают примерно в девяти случаях из десяти. Это же касается и фермерских протестов. Впрочем, так происходит уже много лет. Когда дело доходит до блокад, мы знаем из запросов, что они согласны с такими мерами, и даже большинство поддерживает их, даже перекрытие дорог. Я живу в предместе Тулузы. Естественно, это сельскохозяйственная территория, и практически все, кто здесь живут, они поддерживают бастующих. Так для евробюрократов протесты фермеров стали второй главной темой саммита, наряду с решением вопроса о финансовой помощи Украине. В Брюсселе премьеры Бельгии, Нидерландов и глава Еврокомиссии приняли представителей крупнейших аграрных профсоюзов. У нас была очень конструктивная и очень полезная встреча. Мы выслушали основные жалобы и проблемы фермеров. Мы только что приняли меры. Кроме того, мы предложим, как уменьшить бюрократическую нагрузку и обсудим на сельскохозяйственном совете под председательством Бельгии. Новости о том, что прогресс в переговорах есть, не оставили равнодушными и тех, кто ждал итогов встречи на улице, и тех, кто общался с политиками. Я думаю, что впервые это была действительно честная дискуссия. Видимо, в Европейской комиссии что-то поменялось. Очевидно, что грядут выборы, но это был по-настоящему открытый разговор с премьер-министрами и председателем комиссии. Нам нужно остановить бюрократию. Это четкая позиция. Кроме того, необходимо включить дополнительные пункты в каждое торговое соглашение, например, в Меркосур. Эту аббревиатуру здесь за последние дни, кажется, выучили все договоренность со странами Южной Америки об упрощенном импорте в Европу. То, что наряду с ценами на топливо вызывает гнев фермеров. Латиноамериканская продукция, как считается, она более дешевая. А дешевая, более дешевая она не только потому, что стоимость рабочей силы в Латинской Америке и дешевле европейской, а потому, что в Латинской Америке уделяется меньше внимания разным экологическим санитарным нормам. Хоть проблемы фермеров и пообещали решить, то как отразится этот кризис на европейской политике, вопрос пока открытый. Летом выборы в Европарламент, а аграрии – это большая доля избирателей. Во Франции целый ряд вопросов, которые поднимают фермеры, совпадает с повесткой национального объединения и популярных европейских правах, которые в основном проповедуют идею о том, что Европа – это сито, через которое легко проникают иммигранты, а также товары. Это типичное рассуждение национального объединения. Например, о том, что абсурдно привозить очень дорогие лимоны из Новой Зеландии – это не очень хорошая идея, и в основном мы должны все производить здесь. Оппонент Марин Липен, центрист Макрон, президент страны с самым масштабным протестным движением, заявил о национальных мерах поддержки сельского хозяйства. Мы добились введения усиленной защитной меры для зерна на случай сбоев на рынках. Это позволит вмешаться, если поставляемое из Украины зерно попадет на европейский рынок и слишком сильно дестабилизирует цены и вызовет недобросовестную конкуренцию. Говорю прямо – да, помощи Украине в условиях войны нет нечестной конкуренции, которая выгодна нескольким миллиардерам или бизнесменам, не уважающим наше правило. Президента, которого все эти дни здесь поминали не самым добрым словом и чье имя даже повесили над костром, тем не менее слушали с интересом. Ведь уступки от властей – главное, чего добивались фермеры. «Это было хорошее выступление, но в нем не было конкретики. Не могу сказать, что это обнадеживает. Мы по-прежнему ждем того, что обещания будут закреплены на бумаге». Уже в пятницу утром фермеры начали снимать блокады. Почти все трассы, ведущие в столицу Франции, сейчас свободны. Впрочем, если правительство от своих обещаний отступит, как показывает опыт этих недель, костры и баррикады тут появятся за считанные часы. Андрей Ежов, Дарья Петрачкова, Вадим Игаев и Юрий Петров. Шиима Зарен, Рюнджи, Париж. Специально для новых итогов. Международный суд ООН в Гаге постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России. Он был подан 28 февраля 2022 года. Киев требовал привлечь Москву к ответственности за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания начала боевых действий. В иске утверждалось, что официальные власти России ложно обвиняют Украину в геноциде на Донбассе, а также призвала признать референдумы о независимости этих регионов незаконными. Первые слушания состоялись осенью прошлого года. Москва настаивала на прекращении дела, заявляя об ошибочности аргументов украинской стороны, а также о том, что суд не обладает должной юрисдикцией. Сегодня суд постановил, что он вправе рассматривать дело. Судьи отклонили 5 из 6 возражений России, а также отвергли утверждение Киева, что обвинения в сторону Украины считаются нарушением Конвенции о предотвращении геноцида. Украина на уходящей неделе следила за новостями из зоны боевых действий. В Харьковской, Донецкой и Запорожской областях российским войскам удалось продвинуться вглубь обороны ВСУ. В Москве заявили о потере Киевом трех населенных пунктов. Украинская сторона подтверждает один. Но еще больше внимания привлекла новая волна слухов об отставке главкома Валерия Залужного. На этом фоне в парламент внесли законопроект об усилении мобилизации. Обозреватели называют это взрывным комбо для общества и фронта. Коллеги Артевия из Киева разбирались с ситуацией. Холмистый восток Харьковской области. Город Купинск. Крупный логистический и железнодорожный узел. Отсюда последние дни поступает все больше новостей. Регион практически сравнялся с Херсоном по числу обстрелов. На севере и юге наступление усилили россияне. Российское министерство обороны в сводке заявило о захвате села Табаевка и взятии под окончательный контроль трассы Р-07 в сторону Луганской области. В Украине населенный пункт называют серой зоной, но признают, что противник формирует выступ в сторону реки Оскол. С начала октября группировка войск в 200 тысяч, по данным украинского генштаба, штурмует северо-западный пригород Донецка Авдеевку. До сих пор военное командование Украины заявляло об отбитии атак противника и стабильно тяжелой ситуации в городе. В выходные мониторинговые сервисы отмечают продвижение россиян по флангам и выход к южным окраинам. Бои идут в жилой застройке, которую называют царской охоты и девятым микрорайонам. Авдеевка держится. Стоит значительно дольше ожидаемого срока. Этой группировки им бы вполне хватило, чтобы начать локальную военную операцию против стран Балтии или Финляндии. Сражения на юге Авдеевки Зет-каналы в январе описывали как историю, достойную блокбастера из-за некой дерзкой спецоперации. Оперативное командование «Восток» подтвердило, россиянам удалось соорудить тоннель и продвинуться в тыл сил обороны по подземным промышленным коммуникациям, на севере и юге ограничить маршруты снабжения ВСУ. Это горлышко несколько месяцев назад было шириной до 10 километров. Сейчас оно сузилось до 4. Они действуют на севере в районе Степового, у железной дороги. В самой Авдеевке атакуют в лоб. Там использовали канализацию для прохода. На юге, в сторону Первомайского, пытаются создать оперативное окружение. Российские войска на днях также вплотную подошли к Богдановке, поселку к западу от Бахмута. Минобороны России утверждает, что населенный пункт под его контролем. Богдановка – это фактически последний поселок на пути к городу Часов-Яр. Российские войска сейчас находятся на пике своих возможностей в наступлении на Востоке. Они перебросили все, что могли – силы, резервы, обеспечение. В Крахмальном у них получилось, в Табаевке их отбросили наши силы. В некоторых посадках они продвинулись. Пока идет давление российских войск со всех сторон на линии соприкосновения, украинские и западные СМИ обсуждают возможную отставку главкома Валерия Залужного. Все они ссылаются на свои источники в офисе президента и генштабе. Общий смысл публикаций – Зеленский уже принял решение, и это лишь вопрос времени. Первым о вероятном увольнении Залужного рассказал политик Борислав Береза, описывая детали и атмосферу в администрации главы государства. Залужного вызвал к себе президент Украины Зеленский Владимир Александрович. Сообщил ему, что хочет перезагрузить всю власть. Начнет, как всегда, с генштаба. Потому спасибо, до свидания. Предложил, чтобы тот стал или послом, или главой некоторых структур. Залужный отказался и объяснил, что он военный, и его интересует только победа в войне. Владимир Зеленский с момента появления новых слухов об увольнении Залужного опубликовал четыре обращения к обществу. Во всех ни слова о кадровых решениях. Напомню, главком – второй после президента по популярности человек в стране. Военные обозреватели отмечают высочайший авторитет генерала в войсках. Политологи – новую волну слухов и реакцию на них эстаблишмента называют коммуникационным скотством, которого не заслужила армия. Просто так уволить главнокомандующего Залужного как-то подковерно в любом случае будет чрезвычайно тяжело. Скорее всего, невозможно. Да и не нужно будоражить сейчас общество. Сейчас оно в очень сложном состоянии. В государстве также сложная ситуация. В четверг главком опубликовал колонку для CNN о своем видении новой стратегии обороны. Текст подготовлен до слухов об отставке. Он описывает трудности, с которыми столкнулась Украина, как на поле боя, так и из-за сокращения западной помощи, и говорит о плане выхода из этого тупика. Это еще один показатель того, что Залужный не собирается уходить по-тихому и исчезать из политического пространства, если Зеленский отправит его в отставку. Судя по атмосфере и заявлениям в Верховной Раде, у главкома появляются союзники среди депутатов. Сильный и коварный враг подстерегает каждую нашу ошибку. В такой момент отставка главкома точно не ко времени. Мы должны быть объединенными, как никогда. Мы должны быть едины, как никогда. Забыть о рейтингах, амбициях, обидах и недоразумениях. Только объединив все усилия, все наши резервы и ресурсы, мы сможем победить. Зеленский и Залужный, как утверждают украинские и западные СМИ, не находят общий язык как минимум по двум вопросам. Выхода или продолжение обороны Авдеевки, Залужный, за вывод войск, а также мобилизации. Главком в статье прямо упрекает политическое руководство в том, что оно не может обеспечить процесс набора людей в армию, не идет на непопулярные шаги. В начале недели в парламент внесли новый законопроект о мобилизации. Документ после правок получился суровее предыдущего варианта. В случае принятия право на отсрочку останется только у трех групп военнообязанных, вводится ряд финансовых ограничений для уклонистов и электронные повестки. В СУ нужны еще 500 тысяч человек, говорит главком Валерий Залужный. Без мобилизации не справятся с военными вызовами. Проект «Дипстейт» подсчитал. В прошлом году украинская армия освободила 314 квадратных километров территории. Российская захватила 574 в Донецкой области за счет Бахмута и Солидара. Максим Плоткин, РТВА, Киев. Россия и Украина 31 января провели второй в этом году обмен военнопленными по формуле 195 на 195 и первый после крушения Ил-76 под Белгородом. По информации Киева, домой вернулись 27 человек, среди которых есть в том числе и гражданские лица. Российская же сторона заявила, что освобожденных военных направили на реабилитацию в Москву. Такой масштабный обмен произошел спустя неделю после крушения транспортного самолета Ил-76 по информации Минобороны. В результате катастрофы погибли 65 украинских военнопленных, 3 российских военнослужащих и 6 членов экипажа. Следственный комитет утверждает, что воздушное судно сбили с помощью ракеты американского комплекса «Патриот». Россия обвинила Украину в намеренном срыве процесса обмена. В Киеве все еще не подтверждают, но и не опровергают заявление Москвы о том, что на борту в момент крушения находились военнослужащие ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести международное расследование инцидента. Крупнейшие со времен Холодной войны учения НАТО «Стойкий защитник» стартовали на этой неделе. В маневрах примут участие больше 90 тысяч военных из 31 страны, включая Швецию, которая к Альянсову пока не присоединилась. Первый этап учений будет проходить до 15 марта. Союзники отработают развертывание сил в континентальной Европе. Вторая часть продлится до 31 мая. Участники военного блока проведут совместные миссии на суше, море, воздухе, а также киберпространстве и космосе. Главная цель «Стойкого защитника», отмечают представители НАТО, показать, что Альянс сможет проводить длительные операции в любой точке мира. Противостоять военным по сценарию будет некий равный противник. Предположительно, речь идет о России. Москва нынешние военные маневры назвала откровенной провокацией и возвращением к схемам Холодной войны. В этот четверг развеялась интрига вокруг помощи Украине от Евросоюза. Венгрия, которая полтора месяца назад наложила вето на 50 миллиардов евро для Киева, в этот раз дала добро. Спор между странами ЕС и Будапештом дошел до того, что самой пророссийской европейской стране грозили проблемами в экономике. О том, как Европа нашла компромисс, в сюжете Арсения Молчанова. Противостояние, кулуарное и открытое, у Брюсселя с Будапештом тянулось несколько месяцев. Венгрия оставалась единственной несогласной с помощью ЕС для Украины. 50 миллиардов евро повисли в воздухе, как и американские 60 миллиардов долларов. И вот 1 февраля – среда, решающий день голосования. В центре Брюсселя против Орбана даже организовали проукраинский митинг. «Орбан подвергает опасности весь европейский континент. Я бы предпочла обращаться не к Виктору Орбану, а к другим европейским лидерам. Они должны лишать такие страны, как Венгрия, права вета». Однако вряд ли венгерский премьер прислушивался к голосам улиц. У него свои аргументы. Мол, помощь должна выделяться не сразу на 4 года, а каждый год пересматриваться. Для остальных это звучало как ультиматум. Получается, что торговаться Будапешт будет снова и снова. Поэтому в ход пошли ответные угрозы. В этой закулисной игре, судя по публикациям Financial Times, лидеры ЕС придумали план по подрыву экономики Венгрии. А он включал в себя ослабление национальной валюты и снижение инвест-привлекательности. Вот так стороны и нашли компромисс. «Я разговаривал с Виктором Орбаном в прошлом году, в этом году, непосредственно перед саммитом и, конечно, прямо здесь тоже. Это были дискуссии по существу, и поэтому у меня очень важное сообщение. Больше нет никаких препятствий». 1 февраля на саммите Будапешт дал добро. По информации The Guardian, финансовый план будет обсуждаться ежегодно, а при необходимости через 2 года пересмотрен. В Венгрии и ее некая особая позиция для Европейского Союза даже выгодна. Все-таки оказание помощи Украины – это экономически сложно, и по большому счету Брюссель находится в некой такой ловушке. Политически необходимо продолжать помощь Украине, а экономически это вызывает все больше и больше вопросов, в том числе вопросов со стороны населения. «В этом смысле вот такая вредность Будапешта – это даже неплохо, потому что, ссылаясь на особую позицию Венгрии, сложность переговоров с ней, можно как бы какие-то решения более ограниченные совершать». Важное для Украины решение разительно отличается от того, что происходит в Вашингтоне. Американский Конгресс не смог договориться о 60-миллиардном пакете помощи – сначала до Нового года, а затем и весь январь. Демократы хотят утвердить все отдельным пакетом, а республиканцы – вместе с тратами на защиту от нелегальных мигрантов. Так и спорят до сих пор. В Брюсселе уже говорят открытым текстом, мол, одобренный бюджет для Киева – это сигнал Вашингтону. «Наше решение несет в себе послание для украинцев. Оно показывает нашу непреклонность в поддержке их свободы и будущего. Это еще и послание для всего населения Европы, которое показывает единство нашего Союза. Нас не пугает нарушение России и международного права. Но и также это послание Соединенным Штатам и нашим партнерам по всему миру, которые поддерживают Украину, ее суверенитет и территориальную целостность». 17 миллиардов евро Украине направят в виде грантов. 33 миллиарда – в виде кредитов. Как и просила Венгрия, чтобы помощь была не военная. Первый транш на 4,5 миллиарда должен поступить уже в марте. В теории он мог и случиться даже в обход Венгрии. Ведь на предыдущем саммите 15 декабря решение ей удалось заблокировать. После чего ЕС думал создать специальный фонд, где не понадобятся голоса всех членов. В национальном радиоэфире Виктор Орбан признался. Особого выбора у него не осталось. Я подошел к тупику. Могу сказать, что если бы это соглашение не было достигнуто, и Венгрия продолжала бы использовать свое право вето, возникла бы ситуация, что они просто согласились бы отправить деньги в Украину от имени 26 государств. И я бы не смог ничего предотвратить. И даже деньги, которые ЕС должен венграм, оказались бы потеряны и отправлены украинцам. В то же время стало ясно, что если бы им пришлось это сделать, то это бы стало очень большим конфликтом. Все хотели этого избежать, и все же мы нашли хорошее решение. Мы не будем отправлять оружие украинцам. Мы получим наши деньги из Брюсселя и будем помогать гражданскому обществу Украины. ЕС дает деньги не просто так. Киев обязан поддерживать демократические институты и верховенство права бороться с коррупцией и защищать меньшинство. По всем пунктам нужно отчитываться перед Брюсселем. И если он заметит неладное, то может остановить переводы. Но как бы то ни было, для Украины это гарантия, что она не останется одна. Очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами. Это в очередной раз доказывает мощное единство Евросоюза. Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию. Впрочем, венгерская история на этом не закончится. Уговаривать премьера Орбана придется и по другим вопросам. Будапешт выступает против принятия Украины в Евросоюз, а еще против 13-го пакета антироссийских санкций. Правительство Орбана считает его неэффективным и обещает наложить вето, если ограничения распространятся на ядерную энергетику. Народное хозяйство Венгрии зависит и от российского сырья, и от европейских финансов. Оно зависит от бюджета Евросоюза, зависит от соответствующих фондов. Только часть будет разморожена. Поэтому Венгрия будет получать постепенно свою долю финансирования, а Орбан по-прежнему будет занимать по тем или иным вопросам свою позицию. Ну, по крайней мере, на ближайшее время это вопрос голосования относительно вступления Швеции в НАТО. Об упорстве Орбана некоторые уже говорят вслух. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не может принять, цитата, «странную и очень эгоистичную игру». В противном случае, продолжает он, Украина не выстоит. Впрочем, кроме ЕС, Киеву помогают отдельно от Союза. Даже Германия одобрила в пятницу военную помощь Украине на 7 миллиардов евро. Арсений Молчанов, Антон Сухоруков и Наталья Чижевская. РТВА и специально для новых итогов. Государственная Дума России в третьем окончательном чтении приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии. Документ поддержали 377 депутатов. Воздержаться или высказаться против никто из парламентариев не решился. Сразу сказать, что это законопроект о негодяях и предателях. А тех, кто сегодня в спину плюет нашим солдатам, предал свою родину, деньги перечисляет вооруженным силам страны, которая с нами воюет, находится за границей, доходы получает за счет собственности, недвижимости, находящейся на территории нашей страны. И сегодня они эти средства имущество используют для того, чтобы нагадить стране, предав ее, предав ее солдат, офицеров, обливая их грязью и критикуя. Согласно новому закону конфискация имущества, а также лишение почетных званий будут распространяться и на другие уголовные статьи, например, о публичных призывах против безопасности государства, о призывах к экстремистской деятельности, введению санкций и реабилитации нацизма. Юристы предполагают, что власти смогут конфисковать имущество в случае, если будет доказано, что оно получено в результате совершения преступления. После Госдумы законопроект направят на рассмотрение в Совет Федерации, а дальше на подпись президенту. Российскую сборную по фигурному катанию лишили золотых медалей, завоеванных в командном турнире Олимпиады 2022 года в Пекине. Теперь она на третьем месте, вторые японцы, а на первом команда США. Это стало следствием решения спортивного арбитражного суда о дисквалификации Камилы Балиевой. Одну из лучших российских фигуристок отстранили от соревнований на 4 года. Ее результаты аннулировали после того, как в допинг-пробе, взятой в декабре 2021 года на чемпионате России в Санкт-Петербурге, был обнаружен запрещенный препарат. Однако известно об этом стало только спустя полтора месяца, во время Олимпиады в Пекине, поскольку анализы зависли в шведской лаборатории. В этой ситуации есть вопросы и к окружению южной спортсменки, взрослым, которые несли за нее ответственность. Такое мнение в программе «Что это было» высказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Самый главный нюанс – это то, что девочка не виновата ни в чем. Это с учетом и возраста, когда это все произошло. Ну и, наверное, ответственность тех людей, которые сопровождали юную спортсменку. А самое обидное, что вот Камила пострадала ни за что. И, получается, годы спустя еще это больнее. Мне кажется, не смогли мы найти аргументов в то время, когда это нужно было. Каким образом попал этот допинг, коли мы его не приняли же как факт. Да, как к ребенку попал препарат, но, может быть, более убедительные, так скажем, аргументы привести. Если есть возможность апелляции, я бы не упускал этот шанс и постарался, в общем, апеллировать уже, в общем, может быть, другими критериями, насколько это возможно. Нет ли в таком случае необходимости провести внутреннее расследование в России, окружение спортсмена, понять, в какой момент что пошло не так, чтобы в будущем подобного не повторилось? Такое понятие антураж спортсменов, это тоже, в общем, оно присутствует. Наверное, давно надо было провести это расследование, если оно необходимо для этого. А почему этого не проводится? Наверное, вопрос не ко мне, я думаю, что здесь кто-то знает, почему это не было проведено. Полную версию программы «Что это было» с Вячеславом Фетисовым смотрите в эфире РТВА и на YouTube-канале РТВА Новости. Резонансная история с возможной депортацией участников группы B2 из Таиланда в Россию завершилась на этой неделе их депортацией в Израиль, за что музыканты вчера благодарили Министерство иностранных дел страны. После концерта на Абхукете 24 января семерых артистов задержали за работу по туристическим визам. После уплаты штрафа их поместили в миграционную тюрьму. По информации политиков и журналистов, за преследование музыкантов могло стоять российское консульство. Ее представители якобы требовали от таиландских властей депортировать задержанных в Москву. Однако после широкой общественной огласки, а также вмешательства дипломатов в Израиле и Австралии, все участники коллектива благополучно улетели в Тель-Авив. Видимо, просто они увидели в нас возможность дотянуться и загробастать нас к себе в свои тюрьмы. Потому что то, что мы получали угрозы, они говорили о том, что у нас живет тюрьма. То есть и вообще, в принципе, самое страшное то, что оказалось, что такое райское место на земле, как Таиланд, оказывается, там руководит, собственно говоря, администрация президента Путина. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что российский МИД потребовал от своих дипломатов преследовать артистов с антивоенной позицией за рубежом. В качестве примера журналисты привели ситуацию с Би-2, а также недавний отказ во въезде в Индонезию комику, признанному в России иноагентом Максиму Галкину. Российский МИД, в свою очередь, накануне все обвинения назвал фейком. Там заявили, что консульство пыталось встретиться с музыкантами Би-2 после их задержания, но те отказались общаться. Добавлю, что пять артистов езжали в Таиланд по российским загранспортам. При этом у четверых музыкантов есть израильское гражданство. Еще один имеет австралийский паспорт. Компания Илона Маска Нейролинк впервые внедрила чип в мозг человека. Благодаря устройству под названием телепатия, человек сможет управлять гаджетами с помощью силы мысли. По словам предпринимателя, пациент чувствует себя хорошо, врачи уже обнаружили у него нейронные спайки. Проект разрабатывался около семи лет. Ранее чипы имплантировали животным, так обезьяну научили двигать курсор силой мысли. Отбор кандидатов на имплантацию среди людей начался осенью прошлого года. До конца этого года Нейролинк проведет еще 11 таких операций. Как заявил Илон Маск, в первую очередь чипы получат парализованные люди. Будущая технология чипирования людей обсудим с профессором, заведующим лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ имени Ломоносова Александром Каплановым на студии. Александр Яковлевич, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте. Ну, первый эксперимент на людях, которые провела Нейролинк. Насколько его уже сейчас можно считать успешным? Ведь данных довольно мало. Ну, пока что то, что объявлено, это тривиальное вживление электродного комплекса в мозг человека, что, вообще-то говоря, делалось давным-давно и делается сейчас в мире довольно широко. Среди нас ходит около миллиона людей, сживленными такими, не подобного рода, но электродными системами для купирования перкинсонизма и эпилепсии. Так что само по себе это событие тривиальное. Но другое дело, что Маск применил такую свою технологию, своего робота, который вживляет сразу много контактов. Примерно 3000 контактов за 20 минут. Мы не знаем, сколько сейчас контактов вживлено конкретного пациента, но это может быть десятки тысяч. Вот это и есть преимущество. Реализуется ли это преимущество в реальности? Мы еще не знаем, что получится. Сейчас пациент должен немножко заживиться все раны за неделю, потом 1-2-3 месяца тренировок, дальше посмотрим, что получится. Но Маск уже озвучивает стоимость операции в районе 60 тысяч долларов, и потом говорит, что еще 11 будут проведены до конца года. То есть очевидно желание поставить это все на поток. А насколько быстро такие вещи вообще делаются? Именно массовое производство. Да, я не вижу здесь проблем. Единственное, что я хочу заметить, что нейроинтерфейсные технологии, вообще-то это уже 20-30 лет. И за последние 20 лет уже эти вживления для целей нейроинтерфейсных технологий и именно для парализованных людей уже делалось неоднократно. Уже порядка 40 пациентов таких есть. Но 40 пациентов за 20 лет. Вот вам масштаб. Поэтому, конечно, Илон Маск стартует бурно. 11 пациентов сразу, сейчас. Но мы пока вот не знаем, будут ли какие-то достижения в этом по сравнению с тем, что уже было сделано. Те самые обезьянки, о которых мы говорили, уже были сделаны. Уже они играли пинг-пон 10, 12, 15 лет назад. Поэтому что будет нового? Пока непонятно. Но, кстати, вот про обезьянок Илона Маска писали, что с ними через какое-то время начались проблемы. У них были судороги и даже отек мозга. Но сам предприниматель все эти обвинения отвергал. Что об этом известно? Делятся ли они вообще какими данными? Нет, вы знаете, мы обычные ученые знают друг о друге по статьям. Или на конференциях. Илон Маск, вообще-то, достаточно скромен в своих публикациях, в сообщениях. Поэтому мы не знаем, что произошло. Но все-таки я должен сказать, что это такие операции, которые рутинны. И опасностей, и больших рисков там нет. И, как правило, все завершается благополучно. Но, тем не менее, все-таки нужно быть крайне осторожным, если речь идет о людях. Кто еще включился в эту гонку технологическую по созданию киборгов, что ли, получается, людей с вживленными чипами? Ну, во-первых, я хочу развеять эту мысль о киборгах. Потому что речь идет всего лишь о том, что нужно зарегистрировать внутри мозга активность нервных клеток и передать ее в виде команд на внешнеисполнительные устройства. Ну, вот как это получится, мы посмотрим, уже это передается. Уже есть люди с вживленными такими устройствами, которые управляют манипуляторами, потому что у них руки не работают вследствие паралича. Но и что-то это идет очень медленно, само управление этими манипуляторами. Если набирать буквы, например, то тоже как-то медленно. У меня есть надежда, что увеличение числа контактов, которой вживил Маск в мозг человека позволит, ну, например, вот таким пациентам, которые не могут говорить, не могут ничего делать, набирать буквы силой мысли, условно говоря, ну, гораздо быстрее. Может, так же, как здоровый человек. Это будет даже существенный прогресс. То же самое управлять манипуляторами. Буквально на следующий день после того, как Илон Маск объявил о первой успешной операции, написали о китайском нейроимпланте нео, который устанавливается не в мозг, а между черепом и мозгом. И там вроде как тоже потрясающие результаты. К человеку вернулась подвижность конечности, утраченная много лет назад. Ну и в этом смысле тогда зачем внедрять щипы в мозг? Нет, вы знаете, несколько подходов есть, они, в общем-то, все инвазивны, но это можно маскировать. Например, подвести электроды прямо в мозг, но через сосуды. Вроде бы ничего не повреждаете, вводите где-то в сосуд, и он ползет прямо в мозг. Такая компания есть, которая конкурирует с Илон Маском. Есть другая вот китайская, они не вводят прямо в мозг, а под череп располагают электроды, ну, тоже на дырочке сделать, подсунуть туда такую площадку с множеством электродов, прям положить ее на кору, не вкалываться. Но это все инвазивные и довольно-таки все-таки это нейрохирургические операции. Это всегда сопряжено с опасностью инфицирования, всегда понятно, что это будет отторгаться, это все чужеродные материалы. Мы не решили проблему совместимости тканевой, даже вот биологических органов, чужое сердце, попробуйте, оно отторгается, и почки, и прочее. А здесь какие-то металлы, поэтому это всегда будет отторжение, эта проблема остается. Через год, два, три все нужно будет вытаскивать. Поэтому все это, все, что касается внедрения в мозг, дырочки или через сосуды, это все как-то выглядит, ну, никак не подходит для здорового человека, а для пациентов, да, для пациентов, ну, посмотрим, насколько можно продвинуться. Ну, то есть и в случае с китайцами пока тоже полная картина взаимодействия с мозгом непонятна? Да, мы понимаем, о чем там речь, уже такие подходы были тоже много раз, и прямо сейчас, и вообще-то в России такие же вживления делаются тоже, но по медицинским показаниям и не для интерфейсов. Ну, сами электроды там есть, даже наши некоторые ученые как раз пользуются услугами, ну, любезностью нейрохирургов, которые приглашают там на два, на три часа все-таки поработать с этими электродами, которые там для другого дела, ну, для науки. И что-то получается даже. Но, тем не менее, это все пока что под большим вопросом. У меня, честно говоря, большие сомнения, что можно тут решить какие-то большие задачи, а уж точно никак не сделать никаких киборгов. Ну, а если говорить о будущем технологии, довольно привлекательна мысль о том, что с помощью чипов, чего-то такого, можно улучшить, ускорить мозг, стать более умными, более быстрыми, ну, в общем, сверхлюдьми, когда это станет возможным? Мне кажется, у человеческого мозга достаточно ресурсов, чтобы быть умными, творческими, счастливыми. Но их так сложно раскрыть. Да, но только надо, значит, правильно использовать свой мозг. А вообще-то вот эти вот все приемчики с помощью техники что-то сделать, это все вне природы. То есть мы должны, если бы мы были, конструировали бы этот мозг, мы бы точно правильно подключились бы, но мы это не знаем. То есть мозг очень таинственный объект, самый такой сложный объект во Вселенной. Поэтому все эти подключения, это будет похоже, как если бы мы взяли процессор, сунули бы какие-то туда провода, не зная никакой схемы, и думали бы, что вот мы сейчас что-то поставили бы туда, какой-то ток, и подумали бы, что мы сейчас увеличим ему память, быстродействие. Примерно такая же ситуация с мозгом. Поэтому здесь вот каких-то особых перспектив нет. Другое дело, что надо полнее использовать искусственный интеллект в качестве помощников, чтобы была возможность дать команды не через клавиатуру, а вот такими мысленными указаниями. Это в принципе возможно. Грубые такие макрокоманды. Компьютер не сможет читать мысли, но отголоски наших состояний, радостно, грустно, переживаем ли мы какой-то кризис и так далее, это можно почувствовать как раз через электрическую активность мозга. А самое главное, не нужно для этого делать дырочки и внедряться. Можно поставить датчики прямо на поверхность, на кожаную поверхность головы. Вот мы занимаемся в лаборатории именно таким подходом. Так, и последний, уверенно волнующий многих вопрос. Можно ли управлять человеком с помощью чипа? Ну, потому что действительно этого многие боятся. И целые теории заговоров строятся вокруг чипирования людей. Да, ну вы знаете, вот мы понимаем, что слово чип не очень подходит. Это электроды, контакты, которые введены в мозг. Они регистрируют электрическую активность, ну и дальше по этой электрической активности надо что-то расшифровывать. А вот обратно воздействовать на мозг, хотя бы через те же самые контакты, послать туда какие-то электрические импульсы и попробовать управлять. Создать какое-то новое убеждение, какие-то мысли вызвать, образы в голове у человека. Но это практически невозможно, потому что мы не знаем коды мозга. Ну это мы сейчас, не знаем, может быть, когда-то наука это всё раскроет. Да, 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 это обычное такое рассуждение, что когда-то не было таких технических возможностей, которые сейчас. Нет, вы знаете, есть теоретическая проблема. Мы не можем, мы не знаем теоретически, как расшифровать коды мозга. В каждой паре нервных клеток идёт нервный импульс, они-то друг другу понимают. Но их там этих пар миллиарды миллиардов. Поэтому, ну как мы, мысль определяется не одной парочкой клеток, а в общем-то всем, когда мы говорим, что нам легко, но мы хотим на пляж, допустим, это же целая голова, всё там смешано. Как мы это всё прочитаем? Поэтому теоретического подхода нет. Я думаю, в ближайшее время, ну скажем, 2-3 века вперёд, нет никакой опасности чтения мыслей, тем более управления техническим управлением мыслей. Мы и так достаточно управляем друг друга словами. Александр Яковлевич, спасибо за интереснейшую беседу. Профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ имени Ломоносов Александр Каплан был в студии Артевяй. Ну а мы продолжаем. Нас ждёт тёплая весна, заявил своим появлением главный сурок метеоролог Америки Фил из Панскатони. О том, что напророчили сурки в США и России сегодня и насколько, мнению грызунов, доверяют реальные метеорологи, расскажет Никита Рудаков. Это Фил из Панксатони! В США и Канаде с 1942 года, каждое второе февраля, превращается в ожидание чуда. По легенде, именно в этот день сурок становится профессиональным метеорологом. По тому, как он поведёт себя, выйдя из норы, становится ясно, насколько долгой будет зима. В Центральной Европе существовало такое поверье. Животные, впадающие в спячку, барсуки, медведи, выходят из берлоги 2 февраля и в зависимости от того, посмотрят они на свою тень или нет, можно предсказать, как скоро наступит весна. Суть традиции. Если день солнечный и сурок видит свою тень, значит зима продлится ещё 6 недель. Если же день будет пасмурным и животное тени не увидит, весна придёт рано. Сегодня это звучит как шутка, но раньше сурки действительно заменяли метеорологов. Для фермерских общин той эпохи, ну понимаете, до того, как появились все современные погодные технологии, это было очень важно. 2 февраля – замечательный день. У католиков это Сретение Господне, когда освещают свечи. Время – через 6 недель после рождения Иисуса. А согласно еврейской практике, это время, когда мать могла отвезти своего ребёнка в синагогу. Первое официальное празднование Дня Сурка состоялось в 1887 году. В городке Панксатони, штата Пенсильвания. С тех пор сюда приезжают каждый год тысячи зрителей. Но, конечно, настоящую всемирную славу праздник обрёл только в 93-м, после выхода фильма с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл в главных ролях – знаменитого Дня Сурка. Я сам расскажу вам о зиме. Она будет холодной, серой и продлится до конца ваших дней. В 60-е Метео Сурку дали официальное имя – Фил, а полный титул звучит так. Ясновидец из ясновидцев, мудрец из мудрецов, предсказатель из предсказателей и выдающийся провидец погоды – Фил из Панксатони. Люди в чёрном, которые проводят церемонию – члены так называемого внутреннего круга, особой группы местных жителей. Чёрные одежды и цилиндры – их обязательный атрибут. А поговорить с Сурком нужно только по-голландски, как первые переселенцы в Пенсильвании. Есть приметы погоды достоверные, реальные, но это приметы краткосрочные. Например, солнце село в облаках к дождю. Звук колокола далеко слышен вниз по реке, к морозу. Тоже реальная примета, физическая, народная примета. Это всё реально. Это народные приметы, но краткосрочные. В них запечатлён краткосрочный прогноз погоды на несколько часов или на сутки вперёд, реже на два дня. Но приметами называются, так называемые календарные приметы, попытки прогнозировать условия следующего сезона по особенностям погоды какой-то конкретный день. На Самсона дождь – 7 недель тош, якобы, 10 июля. Если на Татьяну идёт снег 25 января, лето дождливое. Они не имеют никакого смысла. Это совершенно ерунда. Значит, Фил на самом деле ничего реального не предсказывает? Американские климатологи подсчитали, точность пророчеств Фила всего 39%. Более того, в США есть и другие сурки-предсказатели, но их прогнозы с предсказаниями Фила чаще всего расходятся. Мы с одной моей ученицей проверили большое количество примет за много десятилетий. По нашим данным, Метеорологическая обсерватория МГУ, оказалось, что средняя оправданность 38% примет за несколько десятилетий. Вот если, так сказать, пальцем неба, случайно сказать 50 на 50, понимаете? Понятно, что традиции надо чтить. Но мало того, что из сурка климатолог, мягко говоря, не очень, так ещё и самому Филу от всего этого ажиотажа сплошной стресс. Начнём с того, что любое животное, если вытащить его после сна или просто вытащить на большую публику, ему будет некомфортно. Другое дело, какие выводы приводятся как аргумент. Главный защитник сурков от дня сурка – это организация ПЭТа. ПЭТа пишут о том, что разбуженный сурок, у разбуженных сурков нарушается метаболизм, из-за того, что их вытаскивают из глубокой спячки. Но их утверждения не опираются на какие-то научные данные. По крайней мере, я не нашла никаких научных публикаций. Сурки, которых будет, это животные, которые находятся в зоопарках. Даже если они не смогут впать в спячку ещё раз, то пробуждение для них не несёт большого вреда. Но с точки зрения психологии животного, конечно, будет очень стрессовая ситуация, когда его берут и показывают на публику. То есть если обобщить, то защитники животных преувеличивают, но с какой-то, в какой-то точке зрения, это их цель, чтобы привлечь больше внимания к проблеме. В России день сурка не прижился, потому что погода здесь холоднее. Ко второму числу местные животные вставать не готовы. Однако в тульском экзотариуме уже шестой год байбаки, это вид сурков Серёжа и Наташа, промышляют предсказаниями. В этот раз они согласны с американским коллегой. В 2024-м, судя по их решению, весна придёт рано и будет жаркой. Ведь проснувшись, русские сурки занялись любовью, чего себе раньше никогда на камеру не позволяли. Никита Рудаков, Наталья Чижевская и Антон Цыпин. RTVI. Российская Центральная избирательная комиссия завершила приём подписи от желающих участвовать в президентских выборах. На этом этапе выбыли сразу несколько кандидатов. Это, например, Андрей Богданов. Он шёл от Российской партии «Свобода и справедливости». Политехнолог заявил, что не успел закрыть зарубежный счёт, поэтому снимается сам, дабы не загружать комиссию. Экоактивист Анатолий Баташов просто не смог собрать нужное количество подписей. А вот кандидат от коммунистов России Сергей Маленкович получил достаточную поддержку. Успешно сдал подписные листы и Борис Надеждин, выдвинутые гражданской инициативой. Он пока ведёт одну из самых ярких кампаний и собрал больше 200 тысяч подписей. Его часто обсуждают в соцсетях. Во время подачи документов политик ответил на вопрос РТВ о том, как к этому относятся. В частности, к коллажу, на котором он стоит с большим грибом, а Путин с маленьким. Я не виноват в том, что иногда я находил большие грибы и ловил большую рыбу. Мне кажется, главное отличие кандидата Надежда от кандидата Путина точно не в этом. Совсем в другом. Но это прикольно. Это прикольно. Обращаю ваше внимание, это не фотошоп. Это реальный гриб. Есть даже фотографии, где я его положил на весы. Он весил, по-моему, 600 грамм. Честно говоря, есть его было нельзя, он такой слабоватый, как и все старые грибы. Но просто размер впечатлял, поэтому я его там сфотографирую. Судя по данным проекта Russian Field, который провел опрос по заказу штаба Надеждина, политик сейчас на втором месте у него чуть больше 10%. При этом Владимира Путина готовы поддержать свыше 79%. Речь идет о тех, кто точно пойдет на участки. Действующего президента зарегистрировали без проблем еще в начале недели. А вот в подписных листах Надеждина ЦИК якобы нашел мертвые души, то есть подписи умевших людей. Политика пригласили на заседание комиссии, которое пройдет 5 февраля. Ну а сейчас к нам присоединяется сам Борис Надеждин. Борис Борисович, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, все ждут решения ЦИК по подписям вашу поддержку. Чего? Вы ждете от встречи в понедельник, где вас должны известить вот об этих недостатках. По поводу мертвых душ в Телеграме вы уже ответили, что с этим к экзорцисту. А с чем в ЦИК в понедельник? Ну, я, честно говоря, с трудом представляю, как можно там придираться по существу к моим подписям. Смысл же процедуры в том, чтобы кандидат доказал, что его поддерживают люди. Нужно, чтобы его поддержали 100 тысяч человек. А нас поддержали только в России. Только в России 211 тысяч человек поставили подписи. Это реальные подписи живых, совершенно живых людей. Собственно, все их видели. Огромное количество видео из больше 100 городов России. Есть видео, где стоят очереди, люди ставят подписи. И понятно, что это люди, которые свободно пришли. Я думаю, что они в первую очередь подписывались даже не за Надеждой. Они подписывались за себя и за будущее своих детей. Вот за что они подписывались. Вот. Поэтому, надеюсь, Центр-разбирком не будет заниматься буквоестом. Ну, придраться же можно всегда. Знаете, тут у вас тут запятание там стоит, тут у вас какая-то капля там упала. Но было видео, да, со дня подачи подписи, где говорили о том, что у вас там какая-то нумерация неправильная или что-то такое. Вот эти недостатки в подписях, это не равно отказу от регистрации? То, что они говорили, вообще не имеет отношения к закону от слова совсем. Там якобы нельзя было на подписном листе 5 строчек. И они говорили, а как же так, у вас одна подпись на некоторых листах? Ответ. Так можно, потому что закон говорит, что на листе 5 подписей, и любое количество из них должно быть заполнено на листе. Бывает так, что несколько подписей заполнят, а потом те, кто проверяют, а мы тщательно проверяли подписи, некоторые подписи вычеркивают и не берут за счет, а остается одна подпись на листе. Вычеркивают, потому что хочется сдать идеальные подписи, а когда подписи реально собираются, в том числе в очередях, где там иногда метель, иногда снег, иногда дождь и так далее, действительно некоторые подписи получаются не очень четкие. Паспортные данные нечетко заполнены и так далее. Такие, естественно, те, кто удостоверяет лист, вычеркивают. Собственно, если хотя бы одна подпись на листе есть, не вычеркнутая, значит, все нормально. Вы говорили, что в случае отказа в регистрации готовы подавать заявки на митинги в российских городах. Это все еще в силе? Ну, я, давайте так, я действую исключительно в соответствии с законами Российской Федерации, да. Поэтому, конечно же, если мне откажут, я сочту отказ необоснованным. Я же должен сначала увидеть, почему мне отказали бы. Я сочту, если отказ необоснованным, я буду, во-первых, обращаться в Верховный суд, который, надеюсь, отстоит права тех двухсот с лишним тысяч людей, которые за меня подписывались, да. А во-вторых, я точно совершенно не буду призывать каким-то, не приведи господи, несогласованным митингам, там, Майданам. Это все не ко мне, кому-то другому, может быть. Но, тем не менее, я честно совершенно говорю, я не исключаю, что какие-то люди захотят полностью в рамках закона выразить свое отношение к происходящему путем мирных, законных акций каких-то в рамках закона. Вы наверняка видели, как вас обсуждают в эфирах федеральных каналов довольно активно в эти дни. Как вы к этому относитесь? Дело в том, что количество людей, которые за меня хотят голосовать, увеличивается каждую неделю на 5%. Три недели назад за меня хотели голосовать примерно 1% людей, а неделю назад, вот то, что вы сказали, а просто проходил неделю назад, уже 10%. То есть за две недели, то есть за каждую неделю 5%. И, по всей вероятности, кому-то не хочется, чтобы кандидату, у которого вот так вот сильно растет рейтинг, да, вы считаете, там через две недели 20%, там уже страшно подумать, сколько может быть. Ну вот поэтому меня решили начать, как это у нас говорят, мочить, мочить. То есть рассказывать про меня всякие небылицы, что я там то ли агент ЦРУ, то ли украинский агент, то ли Ходорковский, я так до конца и не понял, какой я агент. Но все это, конечно, чушь собачья. Не было ли вам вот в эти дни звонков или, может быть, каких-то советов или рекомендаций сняться с выборов самому? Знаете, вот сколько я участвую в этой кампании, мне постоянно пишут и знакомые мне люди, и незнакомые, которые говорят, что куда ты полез, там вообще тебя уничтожат, вообще бросают это дело и так далее, и так далее. Но видите, я же не бросил, и поддержка у меня растет, чего я буду бояться-то. Понимаете, тот самый случай, когда я в каком-то смысле уже сам себе не принадлежу. Просто такая сумасшедшая поддержка, что, ну действительно, я вот сейчас через несколько минут сажусь в самолет, лечу в Новосибирск, я абсолютно уверен, что там придут сотни людей, как они приходили в Казани и в Питере. Сколько вот зал вмещает, столько и набьется, я вам скажу, так и будет. Есть такая сумасшедшая поддержка, ну как я могу, я что, как бы, и как я буду глаза людям смотреть, если я скажу, ой, вы знаете, я тут испугался, и уже никто никуда не идет. Я говорю, нет, так не будет. Ну, я правильно понимаю, что вот такая поддержка стала в некотором роде сюрпризом для вас самого, и не было ли, ну немного страшно в какой-то момент от вот этой обрушившейся славы? Знаете, я в политике больше 30 лет. Первый раз стал депутатом еще когда Горбачев был, Советский Союз был. У меня большой опыт и очень толстая шкура. Ну, последний вопрос. Как вы думаете, все-таки зарегистрируют вас в качестве кандидата в президенты? Если, как сказать, если действовать не буквоедски, а по сути, по духу закона, то, безусловно, без всякого сомнения, 100 тысяч и даже гораздо больше жителей России хотят, чтобы я был в бюллетене. Если действовать по смыслу, по духу закона, конечно, меня должны зарегистрировать. Борис, спасибо. Потенциальный кандидат в президенты России Борис Надеждин был в эфире. Но уже завтра в американском штате Южная Каролина пройдут вторые праймерис демократической партии. В гонке примут участие действующий президент Джо Байден, бизнесмен Дин Филлипс и писательница Мариана Уильямсон. Местные активисты-демократы приезжают на общественные собрания, чтобы пообщаться с жителями штата и узнать их политические взгляды. Ну, а накануне Джо Байден выступил с речью на национальном завтраке в Капитолии. Моя молитва, моя надежда в том, что мы продолжаем верить, что наши лучшие дни впереди. И как нация мы продолжаем верить в честность, порядочность, достоинство и уважение. Мы видим друг в друге не врагов, а собратьев, каждый из которых создан по образу Божьему, каждый драгоценен в его глазах. Мы никого не оставляем в стороне. Мы верим, что каждый заслуживает справедливого ответа. Мы не даем ненависти безопасного убежища. Вместе мы верим в Америку. Это моя молитва. Помнить, кто мы такие. Как пишут СМИ, с большой вероятностью победу в штате одержит Джо Байден. Ведь именно благодаря голосам жителей Южной Каролины действующий лидер смог реабилитироваться и собрать значительное количество голосов на праймерис в 2020-м. Более того, на прошлой неделе Байден уже победил на праймерис в Нью-Гемшире. При этом фамилии и политика в бюллетенях не было. Ее вписывали вручную. Это были новые итоги. О главных событиях недели вместе с журналистами РТВИ вам рассказала Татьяна Бур. Чтобы не пропустить ничего важного, подписывайтесь на YouTube-канал РТВИ Новости, а также на Telegram-канал РТВИ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова